Решение принято, льготы вернут. Восстановить справедливость именно сейчас, в канун празднования 75-летия Победы, глава региона Дмитрий Азаров считает правильным. Я принял решение. Первое. С 1 мая 2020 года вернуть единые денежные выплаты всем ветеранам труда, которые получали их по состоянию на 1 марта 2017 года. Таких заслуженных людей в регионе почти 90 тысяч. Еще раз подчеркну, что выплаты начнутся в мае текущего года. Соответствующее поручение дано правительству региону. Выплаты отменили в марте 2017 года для работающих граждан. Перечислять деньги решили только неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, пенсия которых составляет менее 19 500 рублей. Такое решение вызвало недовольство жителей. Предложение вернуть выплаты поступило от ветеранских организаций. Все правильно губернатор сделал, потому что касается большого количества наших граждан и льготников и всех граждан нашей губернии, которые своим трудом заслужили этого. У каждого большой трудовой стаж и они действительно достойны того, что все-таки родина оценила. Я очень благодарна и признательна губернатору, что он принял правильное решение. Поддержка будет очень большая для ветеранов, для пенсионеров. Кроме того, важное решение глава региона принял и по труженикам тыла. У нас в Самарской области до сих пор не обеспечены жильем 325 труженика тыла. Есть госпрограмма, она работает, но по ней в этом году предусмотрена покупка только 121 квартиры. А полное решение проблемы намечено на 2022 год. Но этот год особенный. Год 75-летия Великой Победы. Поэтому принимаю решение обеспечить всех нуждающихся тружеников тыла жильем уже в текущем 2020 году. Вернуть льготы ветеранам труда и обеспечить жильем тружеников тыла позволят деньги, выделенные из Самарской области по президентскому гранту. Напомню, регион по результатам социально-экономического развития признан одним из лучших в стране и получил по указу президента 1 миллиард 460 миллионов рублей. В Самарской области организовано общественное обсуждение, на что лучше потратить эти деньги. В топе предложений от населения в том числе было возвращение выплат ветеранам труда и приобретение жилья для тружеников тыла. Но окончательное решение должны были принять 22 апреля в ходе общественного голосования. Но его перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что большинство жителей Самарской области поддержат его решение.